Приятный бонус! В стране продолжается выплата единовременной матпомощи к школе. Копия удостоверения многодетной семьи и копия паспорта мамы. Что еще в перечне документов? Зверский удар. Бобруйский лось стал причиной ДТП. Снести скорость, откажитесь от резких маневров. Чем обернулось столкновение? Готовься они летом. За дровами и торфабрикетом в Горай Топсбыт. Более заключены договора с Кличевским лесхозом, Осиповическим. Сколько стоит тепло? А также рост взносов, большой урожай и крыша над головой. В Беларуси планируют ввести новые льготы при покупке жилья. Кто претендует на преференции? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Министр энергетики Виктор Каранкевич стал заместителем премьер-министра. Вакантом его кресла не останется. Главой ведомства будет Алексей Кушнаренко, гендиректор объединения «Белтопгаз». Первый замминистра транспорта и коммуникации Валерий Веренич возглавит белорусскую железную дорогу. Кадровые решения коснулись и местной вертикали. Согласованы новые председатели Волковыского, Любанского, Быховского и Осиповического райисполкомов. По моему глубокому убеждению, это очень важная, важнейшая структура в органах власти у нас, но не то, что недозагружена, она не совсем имеет четкие ориентиры по стратегии и тактике своей работы. Приходит председатель райисполкома, он должен четко знать его границы, его полномочия, что он должен делать, чем он занимается. Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская области гостеприимно встретят новых руководителей. Глава государства отметил, в регионах необходимо навести порядок. Ожидает Александр Лукашенко большой работы и от правительства в целом. Звери на дороге. Бобруйский лось стал причиной ДТП. 10 августа около 9 утра к выезду из города двигался 63-летний водитель микроавтобуса. Маршрут нарушило неожиданное появление лося. От удара авто вынесло на встречную полосу, где ехала легковушка. В результате столкновения находившийся за рулем 73-летний мужчина с травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает. Проявляйте особую внимательность и осторожность на дороге, когда проезжаете лесные массивы. При передвижении на участке с дорожным знаком «Дикие животные» снизьте скорость, откажитесь от резких маневров и будьте бдительны. ДТП с участием «Диких животных» – не редкость. В прошлом году число таких происшествий выросло почти на 12%. Более 3370 случаев. К слову, за прошедшие выходные в Могилевской области выявлено 575 нарушений ПДД. Задержано 7 пьяных водителей и 21 бесправник. 77 пешеходов привлечены к административной ответственности. Система проверки, сезон охоты и по новым правилам. Для некоторых работодателей Беларуси значительно вырастут взносы в фонд соцзащиты населения. Кого коснутся изменения? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Вес белорусского каравая приблизился к 7 миллионам тонн зерна с учетом РАПСа. В целом по стране обработано свыше 85% площадей. Наибольший вклад в общую копилку внесла Минская область. Традиционно высокий намолот в Брестском и Гродненском регионах. Работы в полях продолжаются. Следом за уборочной аграрии начинают готовить почву под сев озимых. В Беларуси для работодателей, которые выдают зарплаты в конвертах, значительно вырастут взносы в фонд соцзащиты населения. Новшества, предложенные плательщикам налога на профессиональный доход. У них появится возможность при желании доплатить на пенсионное страхование, тем самым самостоятельно управлять формированием своего страхового стажа для будущей трудовой пенсии. В Беларуси планируют ввести новые льготы при покупке жилья. Главные изменения предусмотрены для жителей сельской местности. Для этой категории граждан при строительстве, реконструкции или приобретении квадратных метров намерены увеличить размер займа до 100% стоимости общей площади. Также в проекте указы есть преференции для молодых семей и специалистов в семей с детьми-инвалидами. Компания сервиса аренды электросамокатов разрабатывает систему проверки пользователей, чтобы протестировать их способности управлять техникой. Теперь перед поездкой предложат прохождение теста в мобильном приложении. По его результатам определяют внимательность и быстроту реакций человека. Анкетирование по времени займет не больше минуты. Если пройти его не удастся, скорость средств передвижения снизится до 15 км в час. В республике открыт летний осенний сезон охоты на болотную и водоплавающую. Кроме гусей, дичь, вальчтепа, а также голубя-сизвы, перепела и фазана. Добыча разрешена в светлое время оружейным и безоружейным способами. Сезон продлится до 8 декабря. Получить охотничью путевку можно в структурах белорусского общества охотников и рыболовов. Полный комплект. Многодетные семьи независимо от дохода могут рассчитывать на единовременную материальную помощь к новому учебному году. Размер выплаты на каждого ребенка-школьника – 30% от бюджета прожиточного минимума. Сейчас это чуть менее 130 рублей. Для получения суммы необходимо обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства. Родители, чьи дети идут в 1-й и 9-й класс, денежную помощь получат после начала учебного года, когда школьники будут зачислены в учебное заведение. Документы предоставляют нам школы, все школы города. То есть, эта помощь оказывается по месту регистрации мамы. Она открывает счет, базовый счет в Беларусьбанке, предоставляет нам копию этого счета. Потом, значит, школа готовит справочку, в каком классе обучается ребенок. Сюда приобщается копия удостоверения многодетной семьи и копия паспорта мамы. Малообеспеченным семьям, в том числе многодетным, оказывается государственная адресная социальная помощь. Размер выплат зависит от дохода и конкретной жизненной ситуации. Для получения суммы необходимо обратиться в службу, одно окно, местного исполнительного и распорядительного органа или орган по труду, занятости и социальной защите. Горячая пора. Горай Топсбыт активно реализует дрова и торфабрикет населению. Цена на топливо по карману каждому владельцу своего дома. Предприятие не только доставит заказ прямо к порогу, но и поможет с распиловкой бревен. Подробности у Юлии Вернер. Позаботиться о комфорте заранее. Природное твёрдое топливо пользуется спросом у домовладельцев города. Цены на уровне прошлого года. Куб древесины обойдётся в 9 рублей 23 копейки. Тона торфабрикета чуть больше 29. Горай Топсбыт обслуживает Бобруйск, Осипович, Глузск, Кировск, Кличев и районы. В текущем году были заключены договора с Кличевским лесхозом, Осиповическим, конечно же Бобруйским и Глузским на поставку дров в адрес вашего филиала. За 2024-й уже реализовано свыше 1200 тонн торфабрикета и более 4000 кубометров дров. В числе услуг и распил брёвен. Причём разделывают их по запросу от 25 до 50 сантиметров. У нас и дрова, и печное отопление, и такое котёл стоит. У меня этим занимается муж, так что я как бы не сильно осведомлена. Он заказывает, привозят. Дрова заказывают в печке, имеется небольшая группка. Чисто, в межсезонье протапливаю. Зимой мы отапливаемся газом, печкой. Также дрова заказываем на зиму. Для приобретения топлива по фиксированным розничным ценам необходима справка о составе семьи и занимаемой жилплощади. Паспорт с регистрацией в домовладении, топливная книжка. Выписка производится в будние дни с 8 до 17. Каждую третью среду месяца до 19. К слову, филиал в поисках квалифицированных сотрудников. Поданы заявки в центр занятости. Нам нужны водители, трактористы. Пожалуйста, приходите, обращайтесь. Будем брать, если у вас есть соответствующее образование. Тем временем паспорта готовности к отопительному сезону получили 40% потребителей тепловой энергии. Регистрация проходит во всех регионах страны согласно срокам, установленным местными исполнительными и распорядительными органами. Особое внимание техническому обслуживанию, ремонту и замене теплоустановок, трубопроводов, теплосетей, внутренних систем теплопотребления. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруиск, 360. В ожидании новых звезд. Образцовый театр песни «Шинанай» объявляет набор детей и молодежи. «Шинанай» – это не одно поколение музыкальных исполнителей. Из года в год коллектив пополняется новыми лицами. В 24-м набор объявлен на 1 сентября. Старожилов и дебютантов с любовью будет ждать бессменный руководитель Алла Ефименко. 1 сентября во дворце искусств состоятся собрания, где будут приглашены группы подготовительные, концертные, взрослые. Плюс мы еще делаем набор в этом году. Мы набираем разных деток, начиная с 4 лет и до бесконечности. Нет, ну не совсем до бесконечности. Есть предел, но если человек поет и талантлив, предела у нас нет. Мы будем брать всех. Помимо пения, в этом году «Шинанай» объявляет набор в хореографический класс. Принимаются дети с 5 лет без подготовки, а также юноши и девушки для подтанцовки в концертные группы коллектива. Вас будет ждать дружная команда, всегда приветствующая новичков. Сразу после новостей смотрите новый выпуск историко-культурного проекта «Старый город». Этот дом появился одним из первых после опустошительного пожара 1902 года. Его хозяин и брат были хорошо известны в деловых кругах Бобруйска. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»